приветствую на канале дорогие друзья явление лица и вазы с фруктами на берегу моря почему за эту картину сальвадора дали снова ругали и чье это лицо картина явление лица и вазы с фруктами на берегу моря была написана сальвадором дали в 1938 самый разгар его увлечения параноидально критическим методом автором которого прошу отметить сам же сальвадор дали и являлся настоящий момент это крупная вещь 115 на 144 сантиметра холст масло находится в музее в от вас от тени м хардфорде коннектикут явление лица и вазы с фруктами одна из самых блестящих и известных работ дали сюрреалиста однако по иронии судьбы когда эта вещь была написана отношения художника с кружком сюрреалистов были разорваны можно сказать окончательно что послужило тому причиной довольно двусмысленная трактовка светлого образа владимира ильича ленина в ряде работ дали еще более двусмысленное и неоднозначное отмеченные бредовым эротизмом высказывания сальвадора на тему гитлера все более очевидная коммерциализация таланта который активно занимался каталонец приобретавший все большую известность дали испытывал все меньшее желание находиться в рамках какого-либо движения исследовать его правилам с определенного момента каталонец делал кажется все возможно чтобы порвать сюрреалистами и уйти свободное плавание провокации дали в конце концов ввечались успехом из кружка его исключили после чего он во всеуслышание заявил сюрреализм это я крайне самоуверенная и даже наглая сентенция однако парадокс заключается в том что сегодня сюрреализм в первую очередь принято ассоциировать с именем не кого-нибудь а как раз сальвадора дали выходит не так уж и не прав был этот молодой человек из фигереса с гангстерскими усиками и русской женой похоже да однако вернемся к самой картине картине явление лица и вазы с фруктами на берегу моря перед нами возникает один из самых известных двойных образов сальвадора дали стоящая на столе ваза серебристого оттенка заполненная грушами с коричневатой кожицей если вглядеться повнимательней вдруг трансформируется в человеческое лицо ножка вазы это подбородок губы нос и переносица сама чаша базы лобная доля головы груши обращаются в волосы а предметы изображенные в глубине полотна на заднем фоне внезапно становятся глазами этого задумчивого печального лица ткущегося из воздуха и возникающего из ниоткуда отметим нижняя часть ножки вазы это тоже отдельный двойной образ и тали верны незыблемым традициям параноидальной критической деятельности показывает нам не только образ мой породивший его исходный предмет в нашем случае грузную фигуру няньки сальвадора дали сидящую в глубине полотна на заднем плане прямо в луже точно также главный образ лицов база не оставлен художником без разъяснений порыщим пристальным взором по пространству холста и обязательно обнаружим породивший его предмет действительности то есть базу собственно говоря на этом чудесное превращение отнюдь не заканчивается посмотрим на правый верхний угол картины где далее изобразил бурый холм со сквозной пещерой и убедимся что в то же время этот холм является головой собаки а окинув взором всю картину обнаружим и недостающие части пса опять же массивный ошейник собаки при более пристальном рассмотрении превращаются в перекинутую через реку мост полукруглые арки которого в купе со своим отражением образуют полный круг такую картину дали неоднократно наблюдал в действительности в чудесном каталонском городке бессалу расположенным всего в 30 километрах от его родного фигераса точно также продолговатая лужа в глубине холста может превратиться при рассмотрении ее с более дальнего расстояния в рыбу лежащую на столе и таких чудесных превращений здесь еще немало за это собственно мы и любим работы дали сюрреалиста художник подобно маленькой трудолюбивой усатой каталонской пчелки вкалывал над своими работами днями неделями месяцами добиваясь искомого эффекта эти работы по сути можно рассматривать целиком а можно что называется есть их по частям в каждом из фрагментов обнаруживая новое и новое открытие но вернемся к вопросу обозначенному в начале ролика чье же все-таки лицо изобразил на этой картине сальвадор дали основу этого задумчивого печального и жутковатого изображения положен образ федерико гарсиа лорки великого испанского поэта единственного и самого близкого друга дали до появления гола разумеется после чего художник дружил только с ней более ни в ком не нуждаясь так или иначе дружба между дали лоркой которая со стороны гомосексуалиста лорки больше походила на любовную страсть обогатила обоих в том числе и в творческом плане после появилась гола а потом началась гражданская война самом начале которой поэт был расстрелян франкистами пережив накануне тяжелейшие пытки и издевательства лорка талантливейший из испанских поэтов своего времени умер страшной смертью умер молодым и дали возвращается к этому образу в работах того периода неоднократно почему так он прощается прощается даже не с лоркой с которым судьба развела его значительно раньше но с памятью о нем сальвадор дали не любил страдать ни наяву не в мыслях а часть вины за смерть лорки он за собой все-таки чувствовал дело в том что за два месяца до смерти поэта далее лорка встречались в марселоне и художник приглашал своего друга пожить на вилле в италии предоставленной английским поэтом и меценатом эдвардом джеймсом однако настаивал на этом приглашении дали не очень-то активно из вполне по-человечески понятных эгоистических соображений дали предпочитал уединицы на вилле вдвоем с голой однако кто знает будь он понастойчивый возможно лорка остался бы жив поэтому вину за собой сальвадор дали все-таки чувствовал о чем он прямо пишет в своей книге дневник одного гения я по-прежнему убежден что если уж нам не удалось утащить федерико с собой он со своим психопатологическим характером беспокойным и нерешительным так никогда бы и не собрался к нам на виллу чем броне и все же именно с этого момента рождается во мне тягостное чувство вины за смерть лорки проявивая побольше настойчивости возможно мне удалось бы вырвать его из испании что же целительный эффект творчества для самого творца известен давно так я человек пишущий в свое время описал всех тех перед кем чувствовал большую или малую вину что до дали он пишет раз за разом печальное лицо лорки отдавая последнюю дань другу перед тем как окончательно избавиться от нелегких мыслей о нем далее надо сказать и вообще не был наделен большими запасами душевного тепла он не мог испытывать сколько-нибудь сильное чувство более чем к одному человеку за раз когда-то этим человеком была мать художника после сестра анна мария затем федерико гарсиа лорка а уж после него появилась гола появилась на целых 53 года то что лорка не раз возникает в картинах дали 1937 38 годов вскоре после расстрела поэта указывает на то что дали переживает момент расставания с ним перед тем как избавиться от тяжелых воспоминаний о нем навсегда так было когда в жизни его появилась гола и дали вернулся на время в картинах к образу своей матери что безусловно тоже явилось своеобразным актом прощания и снова не с человеком но с мучительными воспоминаниями о нем забегая вперед скажем от мысли о своем умершем друге избавиться сальвадор дали так и не смог он вспоминал о лорке на протяжении всей своей жизни и в особенности после смерти гола в 1982 когда гола умерла а далее после безуспешных попыток пассивно свести счеты с жизнью практически полностью утратил дар речи и превратился в свою жалкую тень единственные членораздельные слова которые могла разобрать приставленная к полубезумному больному старику сиделка мой друг лорка может быть лично на меня как раз по этой причине картины производит тяжелое мрачное впечатление я вижу перед собой призрак человека незаслуженно погибшего во цвете лет в расцвете своего таланта и умершего как уже было сказано страшной смертью так за что же все-таки ругали эту картину да как всегда бретон заявлял что картины дарин начинают напоминать пазлы в которых художник кажется преследует единственную цель изобрести образ позамысловатия еще одна причина дали упрекали в том что работа его становится слишком уж академичными и это кстати чистая правда давайте абстрагируемся на одну секунду от того что мы знаем об этой вещи и посмотрим на нее незамутненным взором неофита что мы увидим перед собой абсолютно сюрреалистическую по своему идейному наполнению вещь написанную в совершенно академической манере согласитесь парадоксальное сочетание и одна из причин по которой мне так нравятся вещи дали надо понимать что быть сюрреалистом исповедовать академизм в том или ином его проявлении означало мгновенно подвергнуть себя забиванию идеологическими камнями но этот провокатор дали шел дальше он не только признавался в своей любви к феласкесу бермееру или рафаэлю но и нагло заявлял о том что важнейшим источником вдохновения для его работ служит никто иной как джан-луи эрнест мейсанье французский салонный живописец девятнадцатого века который для всех без исключения сюрреалистов являлся квинтэссенцией дурного вкуса пошлости и ретроградства такого же был сальвадор дали он прекрасно знал чем может уесть своих соперников побольнее и неуклонно следовал избранному курсу что впрочем ничуть не умаляет художественных достоинств картины спасибо за просмотр дорогие друзья ставьте лайки подписывайтесь на канал а мы как и всегда будем рады радовать вас новыми историями о каталонском усаче и его бессмертных шедеврах а если окажетесь в наших краях рекомендуем наши экскурсии по барселоне каталонии андорре югу франции и конечно же по музеям сальвадора дали обещаем полное погружение и массу позитивных эмоций еще раз спасибо и до новых встреч